Привет. Загадка очень плохая, но очень хорошая. Что это? Вы, народ, сообразительный, миниатюру видели и, конечно, догадались, что это и о фильме 1988 года под названием «Убить дракона» режиссера Марка Захарова. Меня зовут Андрей Цветков. Поехали. Блестящая пьеса Евгения Шварца, очень жесткая, при этом невероятно остроумная, в руках замечательных авторов Григория Горина и Марка Захарова, с блистательными советскими артистами, всеми любимыми артистами. Казалось бы, что может пойти не так. Но что-то пошло. Фильм явно состарился и смотреть его тяжеловато. Из-за ужасных эффектов, очень вялого ритма и авторских самоповторов повторяются и режиссер, и актеры. Однако фильм сохранил, несмотря на все неудачи, авторскую мысль Евгения Шварца, пусть немного модернизированных. Итак, Ланцелот попадает в город, где правит дракон. Величайший Олег Янковский воплощает этот образ, не сказать, что безукоризненно, но настырно и энергично. Я сегодня попросту, без щенов. Ланцелот в вялом исполнении Александра Абдулова, немного покочевряжившись, вызывает дракона на бой. Скотина. Как водится, побеждает его и чуть сам не расстается с жизнью. Обессиленного его спасают люди и увозят из города, а власть в городе захватывают мелкие прихвостные дракона. Три головы упало, а выросло тысяча. Возвеличивают себя и продолжают выстраивать жизнь по старым правилам. Я ученый, историк. И вдруг такое? Иногда. Главная история политических текстов, это даже не борьба с тоталитарной властью, а борьба с самим собой. Чтобы не присмыкаться, не угодничать, не быть первым учеником, да и что там вообще не быть учеником дракона. Иметь совесть, честь, открыто и честно смотреть на себя, на своих близких, на свой народ, на своих политиков, на армию, на милицию или полицию. На весь окружающий мир, в конце концов. К сожалению, наука это не идет нам, людям, впрок. Мы чтим дракона. Мы его холим и лелеем. Любим его душку нашего. Ведь лучший способ избавиться от дракона, это завести своего собственного. Так говорит архивариус из пьесы. Вы многого не понимаете. Невероятные тексты, данные нам. Дракон Шварц, обитаемый остров братьев Стругацких. Трудно быть богом тех же Стругацких. 1984 Оруэлла. Можете послушать в моем исполнении. Все это прошло мимо. Мы заняты другим. Мы развлекаемся и потребляем. Нас захватывают идеи психов и прокладывают кровавый путь к своим прекрасным идеалам. Я говорю, как жить дальше нам. Закругляюсь. Удивительный фильм с очень средней постановкой, прекрасным Янковским и с замечательными идеями и мыслями. Фильм так себе, к сожалению. Но пьесу обязательно почитайте. Она великолепна. Чего же он радуется? Это он думает, что тебя тоже посадили. Может и я почитаю на камеру, но это у меня не быстро. Подписывайтесь на канал, на телеграм, ставьте лайки, делайте репосты. Подписывайтесь на бусты и вообще подписывайтесь. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok